Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 10 сентября. Продолжаю свою дегустацию. Вот у меня на столе 6 сортов. Перечислять все не буду для экономии времени. Только скажу, что я только что продегустировала оба вида золотого сердца Америки. Это номер 356, который крупный-крупный, но светло-желтый с розовой шапочкой. И 596, который чуть помельче, но ярко-оранжевый и в более сердцевидной форме, с заостренным кончиком. Сейчас я буду показывать уже не раздвоенный номер, а номер, который вполне себе с одним названием. Но тоже сливка Бендрика желтая и сливка Бендрика красная. Это номер 692 в моем каталоге, как я уже говорила, сеяло в самую-самую последнюю очередь. Видите, у него уже номер под 700. И сеяло именно для того, чтобы для позднего употребления, для хранения, потому что он хорошо хранится. Я делала видеообзор, как он расположен, растет на улице. Ссылку на то видео я вот под этим видео дам. Посмотрите, как он растет на улице. Но могу сказать, что он не очень высокий. Высотой примерно он с меня вырос, примерно полтора метра. Плоды у него тоже не очень большие, тяжелые. 60-80-100 грамм. Но существуют разные. Специально вот оставила и маленькие, и крупные. Есть чуть покрупнее, есть чуть помельче. Вот так вот. Но разница все равно небольшая, поэтому его можно вести, как я уже говорила, в два и в три ствола. Я вела в два ствола, потом третий пасынок появился, оставила и третий. У меня он шел вот в три ствола. Выращивала и на улице, и в теплице. В теплице получились плоды крупнее, на улице помельче, потому что у нас в этом году была жара, и нам не хватало полива. На улице они все-таки, наверное, пересыхали. Вообще он и для открытого грунта, и для теплиц. Вот это как раз тот сорт, который можно, не боясь высадить в теплицу, и не опасаться, что он заполонит всю теплицу, распихает всех соседей, закроет листьями солнца и будет расти один. Нет, он нормальный. Потом, что еще? Тоже, форма сливовидная, есть желтые, есть красные. И самое главное качество, которое все отмечают, кто его выращивал, я же вот смотрю информацию, от хозяйки семян получила тоже информацию. Во-первых, то, что он долго висит на кустах, не осыпается. И вот я уже в сентябре снимала весь куст созревших вот этих бендриков висел, и они не опадают, они не трескаются, они не гниют. Это значит, что, логически помыслив, мы уже предполагаем, что у него очень плотная шкурка. Дальше из этого значит, что он очень хорошо будет пригоден для длительного хранения, для целеноплодного консервирования, для всего, для вяления, для запекания, для всех видов вот таких переработок, где очень важна плотная шкурка. Плотная шкурка вообще для чего нам важна при, например, при хранении? Потому что томаты, у которых нет плотной шкурки, они, во-первых, и высыхают быстрее, да, томаты могут еще и просто высохнуть естественным путем. Во-вторых, они быстрее начинается, у них как бы гниение такое вот, вытекает с них, какие-то трещинки появляются, какие-то болячки. А плотная шкурка предохраняет вот эту вот, ту основную тушку, вот это мясо томатное, томатную мякоть, а вот от таких вредных воздействий. Сейчас я разрежу, потому что я обещала, когда он на улице рос, удивилась, чуть не поперкнулась, он прям тверденький, как камешек. Вот смотрите, есть же мягкие томаты, их вот так вот возьмешь, а он прям это, как сказать, ну давится такой мягкий. А этот-то нет, сейчас, ну-ка, банан оранжевый. Кстати, банан оранжевый тоже не очень мягкий, а этот прям, ну вот для хранения прекрасно. Так, сейчас мы его как бы порезать повдоль или поперек, но мне кажется, все равно как. Я сначала порежу вот так, чтобы посмотреть и убедиться, что вот эта стенка толстенькая. Вот при консервации это очень важно, чтобы был он вот такой вот толстостенный, чтобы вот этого мяска, потому что некоторые откроешь, такая тонкая стенка, остальное все семена. И еще сейчас разломим мы его, посмотреть на сахаристость и на наличие вот этого вот, как он называется-то, сталбура или кто-то, белый стержень-то. Но я не встречала у своих ни в прошлом году, ни нынче этих белых стержней. Смотрите какой, ну я тут неудачно, все семена получились в этой стороне, но не важно. Главное мы смотрим, смотрите, что вот такая вот мякоть прям сахаристенькая, как крупинчатая. Ничего с него не вытекает, это значит у него хорошее нормальное содержание сухих веществ, именно для консервации, для хранения. И что вот здесь вот этой штучки-то нет во всю длину, сейчас эту сторону возьмем. Многие грешат вот такие сорта, когда начинаешь, я не знаю, от чего это зависит, то ли от того, что неправильная агротехника или может специфика сорта. Бывает, что через весь вот этот вот плод проходит белая штучка-то. Но тут одно мясо, нет никакого этого стержня. Полностью состоит из мяса, но сейчас осталось его только покушать. Ну, вчера уже кушала я, и я знаю, что вот эта пленка-то, она очень прочная. Мякоть очень плотная. Сладостью не поражает. Это не то, что вот это вот золотое сердце Америки перед этим было. И шкурка даже плохо этим ножом разрезается. Видите, она как прям это, как кожа такая. Так, сейчас желтого. Я от красного сильно сладостей не ожидала. А вот от желтого, надеюсь. Ну, этот сладенький. Вот это мне больше нравится. Шкурку, короче, я все съела. Шкурку даже зубами прожевать не смогла. Я вот как отрезала, она целиком осталась. Из нее можно перчатки, наверное, шить. Это шутка, конечно, очень твердая шкура. Сейчас еще кусок поем. Ну, желтый, конечно. Ну, вот смотрите, как по-разному. Казалось бы, один и тот же сорт. Смотрите, он даже ножом не режется, шкура. Один и тот же сорт выращен одними и теми же руками. Этот тут прям сладкий, его хочется есть и есть. А этот с кислинкой, вот что зависит цвет. Мне, конечно, больше нравятся желтые из-за сладости. Все продегустировала. Смотрите, шкурка убойная. Так вот, я несколько дней назад, неделю назад, наверное, исследовала этот сибирский гроздевой. Там было написано, что суперпрочная шкурка. Тут у меня описания не было, потому что я семена получила от частного лица. Но я могу от себя сказать, что у сливок бендрика тоже суперпрочная шкурка. Такая же, как у сибирского гроздевого. Хотя он изобретен где-то. Оригинатор-то Александр Бендрик из Черниговской области. Он не сибирский сорт. Очень плотная шкурка. Это значит, его можно хранить очень долго. Это значит, что он в консервации не будет растрескиваться, разлопываться. Будет форму держать, а из-за того, что мякоть плотная и повышенное содержание сухих веществ, он не будет вытекать, этот плод. И это значит, что действительно на кустах, то, что он в этом году у меня провисел, не лопнул, не треснул, это не исключение из правил. Это значит, сортовые характеристики этого томата присущие ему. Раз такая плотная шкура, очень сложно ей лопнуть, потому что я ее даже разжевать не могу. Все. Такое подробное описание вот этого сливки Бендрика я делаю только потому, что очень многие просят заострить внимание именно на тех сортах, которые можно долго хранить или которые хорошо ведут себя в консервации, потому что многие вялые, мягкие, их начинаешь консервировать, они распадаются, как растекаются. Положишь хранить, они сгнивают. И вот на таких сортов людям хочется хотя бы несколько, чтобы в своей коллекции иметь. Все, мне этот сорт понравился, но разделился. Красные более кислые, желтые более сладкие. Для хранения, я думаю, на хранение это никак не повлияет, потому что шкурка что у тех, что у тех бронебойная. Все, до свидания. Продолжение следует...